Вполне понятно то, что была возможность в том числе сделать очень красивый поединок, тем паче, что у Донт все-таки, знаете, это фигура. Да, неожиданно. Я, например, его не знал до этого боя, сейчас загляну его рекорд, и, вы знаете, это серьезный соперник, совсем не пропадет. Из крайних поражений, кому проиграли, Завриго Филипповичу, у них было в 13-м году, а с 13-го по 15-го, опа, нокдаун. Вот так вот все было вроде как и нормально. В 15-м году, раз победа, два победа, Аббадр Харри решил, что разбираться следует недолго, а не тому как. Нежданчик такой поймал на золотой мальчик в своем репертуаре. Потом бы и там в состоянии не было, человек, который способен играть с любым аналогом. Видимо, какие-то учили защиту, и сейчас, я думаю, будет стараться прибирать. Ну, его соперник, Санкт-Петербург, а, нет, Аббадр Харри, понятно, фигура всем известна. Лишний раз про него рассказывать особенно-то и нет, в чем-то. Очень многие люди включили в телевизор для того, чтобы посмотреть на него. Он побеждал многих в Х1, в том числе, приятный. Он не заря был, 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 не заря был. Были еще многих кто, в том числе, он был играть, не так, без ралей, правда, Фаш потом должен его вернуть. Мы сейчас про разных соперник говорили, вот, в старом ринге передал Бадр Харри. Вы, Дмитрий, сейчас говорили, про его соперник. Да-да-да, сейчас, ладно-да-да, ну, Бадр Харри, простите. Ну, там история, длинная история, за Битлсом не было. Легенда, пожалуй, говорила, что он не виноват. Ну, да, порой, что он, ох, и он навстречу. Ой, навстречу, ой, не видит, 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 лонг ничего. Да, скоро, скажешь, принципиально разные, наверное, первое чувство мышления. Ну, такой, потерянный, посмотрите, может, приятный потерялся, грав, почти сразу. Сейчас Бадр его выцепит, выцелит, джебом, ну, сначала его сейчас расстреляет. Ну, он зарядил заднюю, и вот, ну, сейчас поднялся. Доживет ли до конца раунда? 40 секунд, здесь все зависит от Батр Харри, будет он прибавлять или нет. Если прибавят, он его в роли прямо сейчас. Если не будет, он не закончит прибавлять, то... Ну, последующий раунд, да? Куракос жесткий прямой. Ну, он грызается вполне себе. Ну, а грызается, но при этом больше по логику. Конечно, хотелось бы увидеть такую прям... Более конкурентный поединок, когда... Да, обоюдную борьбу. Ну, когда его сейчас Бадр посадил так первым ударом, это, конечно, было серьезно. Ну, это было очень тяжело. Бланг, бронг, бронг, вот до конца первого раунда дожил. Посмотрите, на самом деле, вот сейчас уровень подготовки помятил. Посмотрите, в каком состоянии находится Бадр. Таких кондиций я, вот, и прикольно, ну, сильно давно. Потому что понятно, да, когда с Грахомом тот же Бадр дрался, ну, там, понятно, что Грахом все-таки возрастет непросточный. А здесь, конечно, Бадр. Вот так вот красиво в самом начале, да, со смещением в сторону. Оп, и потерялся, товарищ, сразу. Хорошо, Попал. Да. На легенде против Алексея Гнашова Бадр, в общем, тоже уровень, конечно, показал, но... Ну, Игнашов не может всеми не соответствовать. Да, Игнашов тогда уже был в своем состоянии, когда Бадр работал первым номером, практически в одну коллекцию. Уронить его не получилось, но... Ну, давайте так, Алексей Игнашов, это, по-моему, единственный вообще спортсмен в живом ВСК-1, который никогда не был. Вообще. Вот. Ну, и Бадр его туда не отправил. Что там такое? Наверное, мокрый рейд на ринг. Это все нормально, продолжает. Конечно, принципиально разные скорости. И полностью дистанцию контролирует, когда поток движется. Что, да, столько веса, столько веса в удары, именно ногами. И сейчас будет стараться, да, он опыт получал, собирает линии коленей, в том числе, поэтому... С которым может быть чуть-чуть повнимательнее, хотя... Ну, считай, он сам прекрасно понимает, что это просто. Ну, вот такой тоже, ян, почему-то... Хорошо, навстречу, посмотри. Прямо в начало движения вписывается. Размаш, ты ведет уже. Аккуратненько, кто-то с голова, сразу разорвать дистанцию, чтобы не движется на вот эти вот нежданчики. Ох, по-моему, жёстко попал, как что, даже, по-моему? Жёстко попал-то коленами. Да, видимо, колен действительно является всего такой сильной стороны. Живёт дистанция, посмотри, его разбивает как хочет, а кличи эффективно. Тут, правда, кличика какого-то нету, но на ближнюю дистанцию выйти можно. Приклад колен вполне себе получается. И не могу сказать, что сейчас колен на расщетку попушил. Камш не успевает никак. А вот коленями... Кто знает. Попал. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Попал навстречу. Нокдаун. Писали мы его. Вернул. Должок-то, обратите внимание. Смотрите-ка, один-один. Секундочку, говорит Лонд. Ничего не закончилось. Как я постарался на поведеньке. Вот теперь-то вернулся от прыгает Дмитрий. Конечно, еще как. И есть отличный шанс. Он все-таки тяжелый вес. Вот попытка коленом разрушить. Отпускает, отпускает. Дает восстановиться Бадру. Зря, не зря. Сейчас покажу время. А туда? А туда нокдаун. Ну да, Бадр бывал нокдауне и выиграл после этого. Для него ситуация-то не новая. Что 1-1. Биться. Раскочегарился поединок-то. Обратите внимание. Все интереснее, интереснее. Кто кому здесь первый сейчас еще попадет дополнительно. Смотрите, как завели. За 30 секунд до конца второго раунда. Попытка еще раз коленом сработать. Справа попал. Очень размашечка. Бадр бьет, конечно, серьезно, точнее. Пролетел же тут правый удар? Конечно, еще попадает слева. Сейчас он попал слева. Не такой сильно, да. Смотрите. На корпус. Ох, опасно. Ох, опасно. Опасно. Аперкот зашел. По корпусу. Да нет, времени по корпусу работает. Нам работать по голове. Молодец, сейчас идет кличеваться и под концом по второго раунда. Показал себя. То есть, действительно вернул трибу в поединок. Вроде бы... Чтобы было понятно. Да. А вот нет. Смотрите-ка. Раз и все так изменилось. Ну и сейчас его будут приводить в себя всеми правдами и неправдами. Да. Мне кажется, что-то у него сглажен. Там Дима Томат это серьезно. Ой. Хорош. И не падает? Конечно, да. Не падает, обратите внимание. Это очень жесткий удар. Я думаю, ранил бы не падать. Справа в челюсть и уронил. И уронил. Хороший удар, попавший. Бух. И вот здесь снова начался спорт. Снова интрига повисла. Здорово. Да. Стоят друг друга соперники. И вот, собственно, вот этот вот удар прошел у него дважды. Под заново с рангой раунда получилось ровно то же. В разрыв под руку правой. Ну что, а здесь все равно один один по нокдауну. Мы ставим раунку. Нокдауну Бадра в первом. Так что преимущество вообще не было. В концовке-то он не упал. Нет. Бадр понятно, что сейчас имеет преимущество. Но сейчас он будет чуть хуже видеть. Трагематома. Мога рядом глазом очень серьезно уже нанялась. Посмотрим. Да. Действительно все может решиться в этом раунде. Да, собственно, и решится, что там в том или ином случае с Шрифером. Двое вечера. Двое вечера. Вот она интрига. Вот она интрига. И оба поняли, что могут друг другу создать серьезные неприятности. С хорошими такими последствиями. Включается сейчас он в руках. У них оружие. Посадил. Еще раз посадил. Должен судья отсчитать. Встанет? Да. Трепеливый. Трепеливый, что есть-то есть. А, тринокдаун. Простите. А, да-да-да. Простите, да. Простите, да. Тринокдаун. 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 Вопрос закрыт. Тут даже подзабыл. За течением данного поединка. Но, с другой стороны, а что? Скорить надо было раньше. Потому что упал раньше. Ну да, там бойка была. Ну, ДКО-НИКО. Разница, конечно, небольшая. Радости ему это немного прибавит. Но пока не переехали. Интересно. На самом деле, вот все-таки, ожидалось, наверное, чуть-чуть по-другому. Хотя и Бодр показал себя. Показал себя. Но для него этот нокдаун, когда он справился до того, это было абсолютно хорошо. Абсолютно. Если бы он его не вернул, этот самый нокдаун на втором раме, то у него был шанс сгореть. А тут? Ну, смотрим. Превый. Правый. Правый прямой. Да, правый прямой. Правый прямой. Правый прямой. И здесь не устоять-то не сможет. Только за ним. Ну да. Не скажешь, что подскользнулся. Бах. Ну а как ты хотел, дорогой? Нельзя так жить. Чуть потерялся. Глазки. В кучку сошлись. И всего хорошего, дорогой товарищ. Встретимся в следующий раз. Ну, уже не сегодня. Да, да, да. Ну, здесь будет молодость. Матро вышел, кстати, по кондиционерам готовый. Очень хорошо. Очень хорошо. Было интересно смотреть. Потому что, по-моему, все равно. Напоминал. И в том числе и один человек. Ну, сейчас осталось, собственно, уже официоз остался. Подъявление победителя. И золотого мальчика. Они в очередной раз произнесут. Ну, и по делу. Ну, в общем, да, по делу. Нельзя сказать, что любой бой не получился. Он получился нервный и нервноизначный. Нужно никак не плохой. Не интересный. Потому что все могло быть как угодно. Но спортивно подкрасить, что в данном конкретном эпизоде, пусть и нервном, пусть и сложном, но в отрыве. Была интрига. Было преодоление. Да. Добрый небо оказалось существенно. Дамы и господа. Рефери поединка Юм Убеда остановил бой через 33 секунды третьего раунда. Ladies and gentlemen. Your referee in charge. Юм Убеда stops these contacts in 33 seconds of round number 3. Техническим нокаутом победу одержал. And your winner by tactical нокаут Пада! Балархаре с победой. С победой украсили конечные поединки данные бойцовские вечно. И на этом угрозный битву все. Большое спасибо слышу в горославе. Для вас работали коммендаток телеканала Россия Два Дмитрий Борцов и мой коллега мастер спорта международного класса из президента Федерации Золотовитязь Маршал Савчук. До свидания дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Удачи. С Богом. Но в общем-тое готово.